В Чувашском государственном художественном музее открылась межрегиональная выставка-конкурс «Красные ворота против течения». Она проходит под эгидой Российской Академии Художеств. В этом году организаторы конкурсной выставки взяли за основу идеи основателя всей современной педагогики Яна Амоса Каменского, который в середине 17 века додумался использовать визуальное сопровождение всех изучаемых предметов и понятий. Честно говоря, с постулатами Каменского мы не знакомы, но попав на выставку, нетрудно догадаться. Именно так представляют себе современную жизнь наши художники. Экспозиция – плод рефлексии на тему человеческих отношений, места и роли изобразительного искусства в культурном пространстве. Ведь существуют какие-то тренды, существуют какие-то тенденции в современном искусстве, и мы от этого никуда не можем деться. За 20 век произошло огромное количество всевозможных изменений в изобразительном искусстве, находок, потерь и тому подобное. И вот на сегодняшний день искушенный зритель европейский или московский, да и наш в регионах зритель, он хочет чего-то иного, чем мы предлагали, допустим, в 50-е годы, 60-е, 70-е время, это все меняется. Среди участников проекта художники Поволжи, Москвы, Санкт-Петербурга. Для победителей конкурса учреждено несколько премий. Работы лауреатов войдут в альбом-каталог. На рассмотрение экспертного совета и жюри были присланы произведения 28 художников из Чувашии. А финалистом проекта «Красные ворота против течения» стал Николай Прокопьевич Карачарсков и его полотно «Вечер в загоне». Я смотрел, как они живут, как все это, и воспользуюсь случаем, когда вот овцы нормально себя чувствуют, нестриженные, нормальные, им тепло, хорошо. А когда их постригут, они ужасные. Это как вот крестьянина, которую разорили, убрали, что-то он весь такой совершенно голый, раздетый, все вот такой. Вот это вот, такая вот аналогия у меня есть, держится. Овцы – вторая часть цикла работ, с помощью которых Николай Карачарсков решил показать отношения в нашем обществе. До этого были ломовые лошади, а в планах создание еще двух полотен – свиньи и собаки. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.